Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает вопадом. И сегодня речь пойдет о петербургских повестях Романа Сенчина. Дело в том, что Роман Валерьевич Сенчин обыгрывает название классического произведения Гоголя, но не следует ему. Если говорить конкретно о Петербурге, Петрограде, Ленинграде, пожалуйста, если угодно, поскольку действия этих рассказов, а это все-таки большие новеллы, это все-таки не повести по объему и по жанровой классификации, на мой взгляд, конечно. Вот, значит, действие этих произведений происходит от конца 80-х до начала 2000-х. И если мы их будем разбирать как такую реминесценцию, как эхо на Гоголя, то мы, в общем, немногое найдем в книге. Ведь прежде всего, и это очень здорово, Сенчин остается уверен самому себе. Он смотрит на быт, но при этом видит социальное. Он говорит об очень конкретных вещах и событиях. Вы не найдете здесь пространных философских рассуждений, разве что пьяный монолог героя может быть классифицирован по этому жанру. Но между тем эти очень вечные, очень такие приземленные сюжеты, они говорят нам о высоком, они говорят нам о вечных проблемах, да, и они, в общем, разговаривают на совершенно метафизическом языке. Таков Сенчин. Дело в том, что я могу быть, конечно, очень сильно необъективен, потому что я с Романом Сенчином учился вместе в Литинституте. И, в общем, это может быть не самый любимый мой прозаик, но я думаю, что жюри премии «Большая книга и Ясная поляна», в ауреатах которых он является, тоже немножечко понимает литературу и тоже может быть необъективны. Итак, в чем суть этих произведений? Мне кажется, что тот взгляд, который, конечно, взгляд достаточно тяжелый, взгляд не мрачный, но пессимистичный, безусловно, который Сенчин воплощает в своих текстах, это совершенно закономерное отражение глобальных, очень трудно формулируемых процессов не в литературе, а в жизни. Дело в том, что любой перелом – это длительный восстановительный период после этого. Если век преломился в хребтине, если мы после 90-х оказались на таком своеобразном пепелище, то и писатель, верно отражающий то, что происходит в обществе, не может уделить внимание именно вот этим застойным явлениям, как говорят врачи, в кровообращении организма, то есть общества. И вот эти застойные явления, что в Йотышевых, что в этих повестях, это совершенно четко диагностируемая болезнь, с которой организм не борется. Когда мы испытываем воспалительный процесс, мы понимаем, что организм борется, ему надо помогать, но не надо мешать. А здесь непонятно, что делать, потому что болезнь социального организма, она длится дольше, чем одна человеческая жизнь, скорее всего, и она невозможна для воздействия отдельного человека. То есть роль личности в истории высока, но не настолько. То есть переломить хоть болезни удается очень редко. И вот как раз с метафоры болезни я недаром начал, потому что в этих рассказах есть много того, что обычно классифицируется досужим читателям, как вот эти вот самые лакомые темы. Скандалы, убийство, расследование. Ну, про убийство это я зря, но вот про то, что здесь у нас темная изнанка жизни выворачивается вот этой грязной мездрой наружу, да, это может быть привлекательным текстом, может делать текст привлекательней. Ничуть не бывало. Сенчин строит повествование так, что мы, с одной стороны, сочувствуем героям, а с другой стороны, ужасаемся им. Ведь это действительно большая задача, чисто художественная задача, задача выразительных средств. Построить персонажа, который нам неприятен, так, чтобы мы, тем не менее, не открещивались от идентификации с этим персонажем. Угадать такие черты в наших современников, а это наши современники, это мое поколение, пожалуйста. 90-е, 2000-е, это то время, когда я был сначала подростком, потом молодым человеком, и испытывал очень схожие впечатления, да, и тем не менее, какая колоссальная разница между собой и героем. Я чувствую ее, эту разницу. А в чем она заключается? В том, что Сенчин никогда не скатывается в литературные штампы. Вот, казалось бы, персонажами омерзительными, персонажами тяжелыми для чтения, потому что ты, даже не испытывая никакого негодования, не страдая вот этим желанием судить литературного героя, ты все равно испытываешь тяжесть на душе, когда читаешь о нем, да. Вот, персонажами этими богата русская литература. По известному анекдоту, в русской литературе должен страдать и герой, и читатель, и писатель. Вот, все страдают, вот, страдание разлито. Здесь дело не в страдании. Хотя завязка, например, первого рассказа с трудновыразимыми, но очень близкими любому человеку, перешагнувшему за 45 чувствами Елены Юрьевны, да, героини рассказа. Вот этот рассказ, это же типологически, это завязка мизери. Вы же понимаете это? Когда прочитаете, вы же поймете, что из этого можно было сделать конфетку. Сенчин никогда не делает конфетку. Я имею в виду вовсе не внешнюю привлекательность. Извините меня, столько физиологизма, столько тошнотворного, значит, вот этого саспенса, когда бытового, да, когда ты как в мучительном сне всё пытаешься, пытаешься что-то сделать, и не получается. Или наблюдаешь, как это с героем происходит на твоих глазах, такая кавкианская абсолютная атмосфера. Вот, ею полны лучшие вещи в этом жанре, и у Кинга тоже полно этого. Но ведь можно было сделать вот такую вещь, да, чтобы не оторваться, и потом с омерзением сказать, да, очень сильно, очень сильно, но с омерзением. Сенчин никогда не следует шаглоном. Вот, когда вы будете читать, вы изумитесь, насколько взвешена каждая нота в повествовании, каждая фраза, каждое выражение. Несмотря на всю прямоту высказываний, вот помру, тогда и по театрам шлятся. Вот вспомните эту фразу, да, в конце рассказа. Значит, несмотря на всю полноту высказываний, да, и прямоту высказываний героев, все равно ты чувствуешь, что палка не перегнута, а остается в шатком равновесии, что жизнь может повернуться и так, и эдак. Мы очень часто видим в рассказах современных авторов, образно говоря, сад расходящихся тропок. То есть нам показывают, что герой мог пойти так, мог пойти эдак, да. Иногда нам показывают один магистральный путь развития героя, то есть арка персонажа очень предсказуема, но она классно детерминирована, объясняема средой, происхождением, всем таким вот, да. Это вот наследие больших романов 18-19 веков, когда это считалось, ну, одной из первейших обязанностей автора, да. Вот это все объяснить, детерминировать. Вот. Но когда мы говорим о современной прозе, это может быть непредсказуемо. Так вот, Сенчин этот сад расходящихся тропок нам показывает, но это сад, нарисованный на песке, понимаете. Это дзен-буддийский сад, кто видел эти узоры на песке, да. А потом так ладонью проводят, потому что невозможно предсказать, невозможно объяснить, и никакой средой это не объясняется. Скажем, когда в конце новеллы перед Майком проходят картины, вот он видит этого Витю, вот он видит Андрея Свина, вот он видит Наташу, значит, с эскизом альбома. Это какие-то видения, которые перед ним проходят, да. Ты понимаешь, что он как бы видит, он словно персонаж или существо, живущее в двумерном пространстве на плоскости, да, вдруг поднялся в третье измерение, и может видеть, что было, что будет, что не было, что не будет, но могло бы случиться, да. Он видит сразу весь, значит, весь вот всё это, дериват, всё это разветвление бесконечное, да. И понимает, что всё это ерунда, что всё равно у него есть только одна возможность, одна судьба, и вот он вдалеке от семьи, да, точно так же безнадёжно одинокий, по меркам, значит, по глупым молодым меркам безнадёжно, старый для музыканта, да, тоже одна из завязок одного из рассказов, вот, он действительно оказался только там, где мог оказаться. И вот эта вот предрешённость, это не то чтобы художественное открытие, но это показано с невероятной силой у Сенчина. И даже когда берутся крайние, трудно, я бы сказал, описуемые в своей экстремальности ситуации и герои, я имею в виду рассказ «Первая девушка», потому что ты понимаешь, что это попытка заглянуть в духовный мир существа, у которого этого духовного мира нету. Это попытка о том, какие фантазии бродят в голове башенных часов, допустим. Тут даже есть какие-то шестерни, они шевелятся, у них тоже есть, понимаете. Однако у героя есть и душа, и чувства, и мысли, и то, что он делает, и то, что делают его приятели, и вся обыденность, будничесть, и совершенная логичность происходящего, потому что в этом, простите меня, дерьме, только это и может происходить, да. Вот. Это абсолютно нормальные следствия общей бездуховности, общей бессмысленности их существования. И совершенно неважно, где они живут, в данном случае, петербургские это повести или какие-нибудь мутараканские, да, значит, ПТУ это или какой-нибудь университет, значит, золотая это молодежь, богемные мальчики, или обычные совершенно эти самые дебилы, да, дворовые, которые, значит, чем-то там занимаются. Обычные совершенно пацаны, что называется, да. И вот эта вот ужасность, ужасная детерминированность, ужасное объяснение того, что происходит, ты ничему не удивляешься, но ужасаться ты не перестаешь, да. Вот это очень важно, это Сенчин тоже очень умеет показать. Ну и, наконец, в конце я могу сказать, что, в принципе, несмотря на такой мрачный оттенок, который носят многие из историй, эти истории ничуть не мрачнее по своим сюжетам, чем аналогичная проза, ну, я не знаю, других современных авторов. Вот здесь очень широкий спектр, можно сказать, взять, там, не знаю, там, от классиков до современников, от Искандера до Татьяны Толстой. Все умеют рассказывать о страшном, да. Но понимаете, в чем секрет? Именно это, за что часто корят Сенчины, я читал ни один, ни два отзыва о том, что копание в мрачной стороне от жизни, да, тяжелые ее какие-то депрессивные ноты, да, постоянно, вот. Он просто достигает своей цели, он просто до нашей души достучался, понимаете? А все остальное мы ужасаемся, но наикренно, мы воспринимаем, но поверхностно. Мы боимся или негодуем вместе с авторами, но делаем это как бы немножечко понарошку. А Сенчин это всерьез. И нельзя приехать в Петербург или в Ленинград петербургских повестей, потому что он уже внутри нас. Мы там были, друзья мои, и это самое страшное. Вот в чем дело. Так что читайте Сенчина, это действительно серьезная проза, она заставит и задуматься, и поспорить, и все что угодно. Но самое главное, да, это то, что она достучится до вас, так или иначе. Спасибо за внимание.